Тверские предприятия присоединились ко всероссийской акции «Мы работаем». Её цель – продемонстрировать на деле, что ни зарубежные санкции, ни скачки на валютном рынке не отразились на ритмичном функционировании фабрик, заводов, а также небольших производств. «Принстар» – компактное тверское предприятие. Здесь выпускают полипропиленовые мешки. В месяц их могут произвести до 10 тысяч единиц. Кроме того, тут наносят рисунки на любые ткани. Работаем хорошо, заказов у нас очень много. И порой даже и не справляемся с заказами. Изменений никаких не было. Как работали, так и работаем. Даже ещё больше заказов стало. Среди заказчиков как частные, так и государственные структуры. Поставки исходного сырья идут ритмично, отмечает директор Наталья Старостина. Подчёркиваю, что они работают только с отечественными материалами. Работа у нас идёт в штатном режиме, заказов много. Слава богу, пока, где мы берём сырьё, никаких изменений нет. Мы работаем с ним, сотрудничаем. Всё пока в порядке. Мы работаем с отечественными производителями. Это с самого начала пошло, и мы, наверное, всё-таки нашему отечественному сырью больше доверяем. А Дмитрий Несифоров владелец небольшого предприятия «Гринвудс». Здесь производят садовую мебель из массива деревьев ценных пород. Работа идёт стабильно. Продукции пользуются большим спросом. В первую очередь, в столице. Так как большая часть людей стала не выездной, много людей планируют свою поездку за город, отдых за город. Плюс сезон. Спроса меньше точно не стало. Даже, можно сказать, больше. Мы работаем на дилеров. Дилеры в Москве, они оценили наше качество работы. У них проблемы начались с поставками европейской мебели, и мы им предлагаем то, что делаем. Оба этих предприятия работают в Затверечье. Проезжая часть давно пришла в негодность. При том, что вокруг полно всевозможных учреждений, для которых хорошая дорога жизненно важна. Рядом находятся социальные объекты. Это библиотека. Дом культуры Затверецкий, его филиал. МЧС. Наши пожарные, которые несут службу круглосуточно. И, конечно, данное предприятие, где порядка 200 сотрудников пользуются, в том числе личным автотранспортом. Сюда подъезжают, конечно, фуры, заказчики. Илья Холодов отметил, что ему удалось координировать действия городской думы и исполнительных органов власти. Благодаря этому дорогу приведут в порядок уже в нынешнем году.